МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Велосипед должен быть зарегистрирован. Милиционеры борются за сохранность велотехники. Шарик – смертельная забава. В Гомеле по нелепой случайности погиб ребенок. А также хочешь жить – обозначь себя фликерами. Причины наезда в Гомеле и данные печальной статистики. В Гомеле были эвакуированы пассажиры троллейбуса и перекрытое движение на проспекте Ленина. Троллейбус был оцеплен правоохранителями на остановке улица Крестьянская. В результате звонка одного из пассажиров оперативно отреагировал ближайший наряд милиции. Мужчина сообщил, что в салоне троллейбуса кто-то оставил сумку, в которой находится металлический предмет, похожий на бомбу. В итоге движение на проспекте Ленина было перекрыто. На место происшествия прибыли саперы со служебными собаками. Сообщение оказалось ложным. Вместо бомбы работники группы разминирования нашли в сумке кастрюлю с драниками. Между тем в милиции признательны гражданам за проявленную бдительность. В республиканском кунте пропуска «Новая Гута» сотрудники таможни пресекли незаконную перевозку старинных монет. Деньги изъяли у пассажиров международных рейсовых автобусов. Всего сотрудниками таможни было выявлено и задокументировано два факта нелегального перемещения культурно-материальных ценностей через таможенную территорию Евразийского экономического союза. В первом случае в международном автобусе сообщением «Киев-Вильнюс» у одного из пассажиров гражданина Украины было обнаружено восемь старинных монет различного достоинства. В другом, во время таможенного контроля рейсового автобуса с сообщением «Гомель-Чернигов» у одного из пассажиров, который ехал на Украину, была обнаружена царская монета номиналом в 5 рублей 1898 года выпуска. Деньги по результатам экспертизы были признаны объектами культурной ценности. Монета номиналом 5 рублей, массой 4,3 грамма, изготовлены из плава золота около 90% и медиа около 10%. В настоящее время монеты изъяты. Материалы будут направлены в суд для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности. К слову, раритетные предметы в последнее время выявляются на границе с Украиной довольно часто. Недавно таможенники изъяли на границе портрет с изображением священнослужителя, написанный в позапрошлом веке. Экспертам таможенной лаборатории установлено, что данный портрет является культурной ценностью и был он изготовлен в 19 веке. Стоимость портрета, по предварительной оценке, составляет около 3 тысяч долларов США. Гомельская таможня в отношении гражданина, проживающего на территории Украины, начат административный процесс по статье 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Штрафные санкции и арест наличности грозит также жителю Минска. Через пункт таможенного оформления на своем автомобиле он пытался ввести в Беларусь 50 тысяч долларов. Деньги мужчина не задекларировал и спрятал их от инспекторов в коробке из-под конфет. Сладкий тайник сотрудники таможни обнаружили при досмотре его машины. Поставил на учет, обеспечил защиту. В Гомеле милиция провела акцию «Сохрани свой велосипед». Правоохранители, выйдя на улицы Гомеля, регистрировали двухколесную технику абсолютно всем желающим. Акция проходила по всему городу не менее чем на 10 локациях в наиболее оживленных местах областного центра. В списке товарно-материальных ценностей, которые чаще всего похищают злоумышленники, велосипеды стоят едва ли не во главе. Во-первых, их просто угнать. Во-вторых, владельцы часто проявляют беспечность. В особой группе риска дорогостоящие модели. И не всегда противоугонный замок может обеспечить их сохранность. В 2016 году на территории Гомельской области каждый третий владелец велотехники заявил о краже. Практикой доказано, если велосипед зарегистрирован в милиции, его проще отыскать. При постановке на учет владельцу выдается паспорт велосипеда, где указывается модель, год выпуска, цвет, серийный номер и другие отличительные признаки. По имеющейся статистике, в 70% случаев украденную велотехнику прошедшую регистрацию удалось вернуть. После этого вся информация с бланка вносится в базу данных в течение трех рабочих дней. И уже данная информация используется сотрудниками милиции для поиска похищенного имущества. На протяжении последних лет в Гомельской области действует автоматизированная информационная система «Велосипед». Основной целью создания базы данных является принятие органами внутренних дел мер, направленных на инвентаризацию велосипедов, находящихся в пользовании у населения. Получение информации, оказывающей содействие в установлении лиц, совершивших хищение велосипедов. Смертельный шарик. В Гомеле детская забава закончилась трагедией. Двухлетний малыш задохнулся от того, что на вдохе проглотил воздушный шарик. В тот вечер дети с ним играли. Шар старшая девочка принесла из школы, пыталась надуть его, но не смогла. Ее младшая сестра решила налить в него воду. Это увидела мама и забрала у девочки игрушку. А ее двухлетний сын выхватил шарик и стал прыгать с ним на кровати. И в один момент начал задыхаться. Помочь мальчику самостоятельно мама не смогла. Старшая сестра вызвала скорую помощь. Но медики оказались бессильны. Ребенок скончался в машине, не доехав до больницы. Инородный предмет закрыл дыхательные пути. И препятствие воздуху, то есть он не смог дышать, задохнулся. К сожалению, несчастные случаи периодически встречаются. Конечно, все зависит от фактора времени, как быстро оказана помощь медицинская, в каком объеме. Ну и ряд других факторов. Но в данном случае, к сожалению, здесь несчастный случай закончился смертельным исходом. В данный момент назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Предварительная причина смерти ребенка – механическая асфиксия. На прошлой неделе в Светлогорске следователи и эксперты провели учебно-практический сбор по организации работы на месте совершения преступлений. Учения, проходившие на стадионе «Бумажник», были организованы сотрудниками криминалистических отделов Центрального и областного аппаратов Следственного комитета. Практическая отработка действий по раскрытию преступлений следственным путем проходила сразу на нескольких площадках. На протяжении трех часов специалисты работали на местах смоделированных преступлений различного характера, осуществляли сбор информации и оперативный анализ вещественных доказательств, определяли путь движения и замысел предполагаемых преступников. Отличительной особенностью от предыдущих подобных мероприятий было участие в учениях студентов юридического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны. На базе УСК по Гомельской области работает филиал кафедры уголовного права и процесса. Для адаптации студентов к условиям практической деятельности Следственного комитета на полигоне оборудовали учебные секторы. Студентам предоставили возможность провести ряд следственных действий под руководством опытных сотрудников областного следствия. Мы сами приняли участие наравне со следователями в таких следственных действиях, как осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств. Нам было очень интересно посмотреть, как работают настоящие следователи. Мы узнали много нового и интересного для будущей профессии. Также мы надеемся, что Следственный комитет в дальнейшем будет с нами сотрудничать и приглашать на различные мероприятия. Убийства, грабежи, кражи, террористические акты – это, может быть, десятая доля из списка преступлений, с которыми приходится сталкиваться сегодня по роду своей работы следователю. Для максимального сходства с реальностью к расследованию были привлечены эксперты Светлогорского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В их задачу входил поиск и фиксация следственной информации. Подобные мероприятия приносят большую пользу, так как на месте происшествия следователи и эксперты работают в единой связке бок о бок. Таким образом нарабатывается практический опыт. Ведь смоделированные сегодня происшествия вполне могут случиться в реальной жизни. И мы будем к этому готовы. Следователи с применением криминалистической техники и специальных знаний постарались наиболее точно и правильно задокументировать увиденное, сопоставить факты, найденные вещественные доказательства и восстановить картину произошедшего. В ходе этих занятий, этого сбора, мы сымитировали несколько различных, но взаимосвязанных между собой мест происшествия. И следователи совместно с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз должны были на месте обнаружить следы преступления, которые бы вводили их на скрытые места происшествия и в конечном способствовали бы установлению конкретных преступников, совершивших данное действие. Практические действия сотрудников на месте происшествия говорят о достаточно высокой степени готовности сотрудников и Следственного комитета, и Государственного комитета судебных экспертиз к таким проявлениям, как террористическая угроза. Понятно, что практические занятия выявляют определенные какие-то слабые места, на которые мы обратим внимание и скорректируем свои действия в дальнейшем. Итоги проведения учебно-методического сбора подводились уже на базе Светлогорского районного отдела Следственного комитета. Организаторы учений подробно проанализировали качество выполнения поставленных задач, предложили способы усовершенствования отдельных организационно-практических мероприятий. Наезды на пешеходов продолжают пополнять печальную статистику в области. Только за прошедшую неделю на такие дорожно-транспортные происшествия гомельским автоинспекторам пришлось выезжать дважды. 7 апреля около часа ночи 32-летний водитель фуры Рено Магнум ехал по улице Советской агрогородка Ирёмина в направлении рабочего поселка Костюковка. На одном из участков дороги мужчина сбил пожилую женщину 33-го года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм прохожая скончалась на месте происшествия. Женщина не была обозначена светоотражающими элементами. У неё предварительно имелись признаки алкогольного опьянения. Для выяснения более точных обстоятельств наезда у погибшей взяты биологические объекты. Аналогичное ДТП произошло и на Гомельской объездной дороге. 39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Мерседес», не пропустила на нерегулируемом переходе пешехода. Двигаясь в районе третьего транзитного переулка, женщина в нарушении правил дорожного движения не уступила дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и совершила на него наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек 19-го года рождения от полученных травм скачался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Авария произошла на отрезке дороги Гомель-Хутор в светлое время суток. Пострадавший мужчина ехал на рыбалку к реке СОЖ, а женщина-водитель двигалась со стороны новобелицы в сторону 5-го микрорайона. При осмотре места происшествия в границах пешеходного перехода было обнаружено лакокрасочное покрытие, предположительно от транспортного средства, принимавшего участие в дорожно-транспортном происшествии. Следов торможения на асфальтированном покрытии при осмотре установлено не было. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Женщине за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека грозит до 5 лет лишения свободы либо ограничения свободы на тот же срок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова